Мы продолжаем себя в студии программы Утреная, не сея всех с прекрасным праздником, Днем Победы. Мы сегодня его отмечаем здесь в прямом эфире, а потом плавно уйдем на трансляцию праздничного митинга, шествия, концертов и так далее. Сегодня будет прямо такой очень живой формат, вы станете очевидцами и свидетелями многих событий. На подготовка раньше всех началась в железнодорожном районе Красноярска, туда отправился наш корреспондент. Да, всюду идет подготовка и наш корреспондент Виктория Лазарева отправилась на Красную площадь. Вика, с праздником тебя, скажи, что происходит у тебя? Доброе утро, студия и вас тоже поздравляю с праздником. Поздравляю с праздником весь наш огромный Красноярский край, вообще всю Россию. Находимся мы на Красной площади, уже горит вечный огонь, идет репетиция полным ходом. Репетируют дети, школьники, ребята постарше, в военной форме люди. Сюда приходят и приходят горожане, гости города. Уже очень-очень много народа, буквально минут через 20 здесь начнется митинг. Этот район один из первых, где начнутся митинги сегодня. Вот люди все прибывают и прибывают, все с георгиевскими лентами, все поздравляют друг друга. У кого-то в руках гвоздики. Здесь уже расположилась полевая кухня, мы сейчас дойдем до нее, попробуем даже, наверное, каши. Настоящие солдатской каши. Я уже вижу, что раскладывают хлеб, уже достают. Доброе утро, здравствуйте, с праздником. Дойдите попробовать каши. Скажите, кого вы уже успели поздравить с праздником сегодня? Кого еще пока? Еще не успели? Нет. Ну, вы будете поздравлять, видимо, посредством каши как раз. Да, да, когда придет этот, мы будем поздравлять. Сколько людей планируете накормить сегодня? Всех. Всех, кто придет, отлично. Ну, я не могу не попробовать кашу. Бегу, бегу скорее к каше. Дайте-ка. Впереди горяченькая. Горяченькая. Ммм, ммм, приходите. Я сейчас, ой, я сейчас вернусь обязательно и доем кашу, потому что каша вот такая, очень вкусная. Также на Красной площади уже, извините, дожжевую кашу, есть выставка военной техники тех лет, тех времен. Все это можно будет посмотреть, подойти, узнать, прочитать. Также здесь будет сегодня праздничный концерт, праздничное мероприятие. Студия, скажите, пожалуйста, как вам вообще вот такая техника? Слушай, ну впечатляет, впечатляет больше всего даже, наверное, твое настроение, с которым, и вот этот запал, с которым ты носишься по Красной площади, площадки, которая одна из самых ранних сейчас и уже настолько густонаселенная. Мы обратили внимание, Вика, как много народу, на самом деле, и вот уже как раз фонтаны забили, как и обещали. И как идет там движение, и бьет жизнь ключом. Скажи, пожалуйста, тепло ли тебе девица, тепло ли тебе красное? Ну в таком темпе-то, наверное, тепло, да. И прихватили ли вырожане зонтик. И как кашечка. И отдельный вопрос, а как каша? Габриэль очень интересуется. Ребят, мне на самом деле тепло, видимо, меня согревает. Вот этот вот дух праздничный. Люди, да, действительно, есть с зонтиками, потому что дождик такой слабенький, но все-таки он есть. Каша очень вкусная. Ну а поподробнее, что сегодня будет происходить, именно вот здесь, на Красной площади, сегодня расскажет мне сейчас руководитель администрации железнодорожного района Юрий Савчук. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, кого из гостей сегодня здесь ждете, что будет происходить? Ну, в первую очередь, я хочу поздравить всех краснояцев, всех ветеранов с этим великим праздником, Днем Победы. И традиционно в городе Красноярске именно в этот день проходят мероприятия, они начинают с самого утра и до позднего вечера. И у нас с вами есть сегодня уникальная возможность прийти на это мероприятие. И нам повезло, что наш железнодорожный район открывает эти мероприятия. И сегодня каждый красноярец может прийти, посмотреть на наших ветеранов, которые одеты со всеми своими орденами, потрогать за руку, дать детям возможность поговорить с ветеранами. Они расскажут о тех событиях, которые касались именно их тяжелые годы. Я думаю, что вот именно День Победы, это тут праздник, когда красноярцы не должны находиться дома. Они обязаны просто прийти сюда и отдать дань уважения тем людям, которые дали нам свободу. Что касается мероприятий на нашей Красной площади, то в 9 часов будет торжественное открытие ее. Вечный огонь у нас зажжен, пост будет стоять. Также в полдесятого начнется у нас площадка сороковых, танцплощадка сороковых. Здесь будет концерт, у нас здесь раздается каша, ретроавтомобили стоят, военная техника. Ну а потом, когда закончатся эти мероприятия, мы все пойдем с вами на бессмертный полк. Спасибо вам большое, удачно вам провести здесь все свои мероприятия, концерты, всех гостей встретить, всех кашей накормить очень вкусной. Студия, я передаю вам слово. Хочу еще сказать о том, что кашу можно попробовать будет сегодня не только на Красной площади, но еще на театральной и на площади Революции. Я надеюсь, что и вы, дорогие ведущие, тоже сегодня успеете и достанется все-таки вам эта очень вкусная каша. Я пойду ее все-таки дальше доедать. Спасибо большое, Виктория.